Сюда мы приехали, чтобы насладиться этой прекрасной природой. Здесь, в этом селе, очень много гостевых домов для вашего отдыха. Всем привет, наши дорогие любители Крыма! И путешествий! Курорты Крыма бывают не только морскими, они бывают еще и горными. Сегодня мы находимся в селе Многоречия Бахчисарайского района. Ребята, это предгорь Ай-Петри. Классное место. И это место прекрасно подходит для вашего отдыха в горах. Здесь, в этом селе, очень много гостевых домов для вашего отдыха. Чтобы вы отдыхали здесь комфортно, совершали горные треки, наплаты Ай-Петри, к различным достопримечательностям. Но не будем много говорить. Погнали! Само село, конечно, небольшое, но, как я сказал, очень много гостевых домов. Сдаются комнаты в различных частных домах. Но, прошу учесть, что магазин в этом селе всего лишь один. И продукты, или везите с собой, когда вы отдыхаете. Ну, конечно, что-то необходимое вы можете купить здесь. Есть различные кафе. Вам здесь предложат джип-туры. Также пешеходные экскурсии на Плато-Ай-Петри. Потом в Большой Каньон. Ну, классно! Ребята, как поется в одной из песен. Это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. Температура в данный момент минус один. Здесь, в предгорьях, еще лежит снежочек. Вот такая атмосфера. Конечно, немного снега, немного. Но, вот такая вот сельская атмосфера. Коровы. И смотрите, над горами дымка. Горы заснеженные. Немножко скользковато, конечно. Я иду, скольжу. Но, ребята, классно. Просто великолепно. Смотрите. Сюда мы приехали, чтобы насладиться этой прекрасной природой. Просто погулять. Надышаться чистым, свежим воздухом. Ну, естественно, посмотреть красоты Крыма. И окунуться в эту зимнюю сказку. Потому что в Симферополе снег то выпадет и сразу растает. Да, ребята, воздух здесь прекрасный. Воздух можно просто ложкой есть. Конечно, мы не знаем, куда мы идем. Но, неважно, куда мы идем. Мы просто гуляем. А вы вместе с нами смотрите это видео и гуляете вместе с нами. Классно, ребята. Я давно зимой не был в лесу. И это, конечно же, большое и большое упущение. Зимний лес это прекрасное зрелище. Гулять по снегу. Снег скрипит под ногами. Деревья слегка покрыты снежком и инеем. Воздух можно просто ложкой есть. Действительно, совершая вот такие вот прогулки по зимнему лесу, заряжаешься энергией на следующую рабочую неделю. Потому что пешие прогулки, они нужны всегда. Они нужны каждому. Если вы сейчас смотрите это видео, после просмотра собирайтесь, выходите в ближайший лес, в ближайший парк, хотя бы просто на улицу. Пройдитесь пешочком, зарядитесь энергией. Посмотрите на красоту природы. Если рядом будут люди, смотрите на их счастливые, улыбчивые лица. Ребята, это нужно, это просто необходимо. И рекомендую многим из вас, кто любит Крым, приехать в Крым не только летом, а приехать зимой, погулять по заснеженному лесу. Не обязательно приехать сюда. В Крыму очень много красивых мест в горах. Много мест для вашего размещения. Различные турбазы, различные гостевые дома, где ценник невысокий. И также есть гостевые дома, где все включено, где полный пансион, так сказать, all-inclusive. Есть также в горной части Крыма гостевые дома с бассейнами, с подогревом. То есть зимой окунуться в бассейн с подогревом, если еще есть вид на горы. Это вообще, ребята, это бомбически, это просто кайфуша. Вы плаваете, над бассейном поднимается пар от теплой воды. Подплываете к бортику, на котором стоит кружка с чаем. Или, может быть, с каким-то горячительным напитком. И любуетесь на горы, которые в снегу. Ну, классно же? После моего рассказа захотелось сразу зимой приехать в Крым. Пишите свои комментарии. Ну, а все новые зрители, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылочки на наши социальные сети есть в описании видео ниже. Так что подписывайтесь, мы будем рады. Субтитры сделал DimaTorzok Во времена Советского Союза эти места были заповедной зоной. И проезд был сюда не для каждого. Ну, а сейчас доступ открыт. В старые, древние времена эта территория принадлежала царству Феодора. Про царство Феодора мы немножко рассказывали в своем видео, когда ходили на Мангуб-Кале. Обязательно посмотрите. Видео очень интересное. Мы совершили трек-подъем на Мангуб-Кале. Погуляли. Все вам показали. Ну, действительно классно. Ну, это было, ребята, ранней осенью. Или в середине осени, я не помню. Было не так жарко. А сейчас вы только полюбуйтесь, как классно. Вот одна из полян, где можно пожарить шашлычок, расположиться с палатками. Вокруг, ребята, горы, снег, заснеженный лес. Сюда просто приехать. Не обязательно приехать с ночевкой. Кто живет в Симферополе или в ближайших городах, можно приехать на машине, запарковать машину здесь, на центральной площади Многоречья. И прогуляться сюда. Нравится тебе? Вообще супер воздух, свежайший, чистый. Я думала, здесь подснежники найдем. Но, к сожалению, снег, только-только снег. Да, и шум воды, ребята. Горные реки отсюда начинают свой исток река Бельбек. Это одна из крупнейших рек Крыма. Да, сначала маленький-маленький ручеек течет. Ну, а потом впадают в этот ручеек другие реки и образуется более полноводная река. Летом в этом месте течет маленький-тонкий ручеек воды. А сейчас, смотрите, это уже не ручеек. Это уже исток реки. Вода. Откуда же берется вода, ребята? Она берется с гор, тает снег. В Крыму шли проливные дожди. И вот, смотрите, если вы приедете летом, здесь будет просто сухое русло. Будет, так сказать, каменный ручей, можно назвать его. Ну, а сейчас вода бурлит. Когда снег в горах начнет таять, поток будет еще сильнее. И ручьи текут прямо возле дороги. Класс. Просто класс. Я наслаждаюсь вот этим всем. Это великолепие. Невозможно передать словами. Нужно сюда приехать. Нужно погулять своими ножками. Нужно все это посмотреть. Скорее всего, здесь водятся какие-то зайцы. Возможно. Ну, не знаю, можно здесь охотиться или нет. Но, ребята, сама природа просто располагает. Очень много различных тропинок, дорожек. Вот уходит налево. Идет прямо. Не знаю, у нас нет какой-то особой цели дойти до какого-то определенного места. Ну, просто, как и рассказала, выехали. Просто погулять. Насладиться природой. И давайте, наверное, куда-нибудь свернем с основной дороги. Просто пройдемся по зимнему лесу. Нехоженными, метровыми, да. Ира кричит за подснежниками, да. Все за подснежниками. Все за подснежниками. Ребята. Класс. Набродился по целинному снегу. Но Ира мне крикнула, давай не пойдем туда вдоль реки, а пойдем по дороге. По нормальной дороге. Ну, давайте так и сделаем. Пройдем по дороге, посмотрим, есть ли какие-то еще полянки здесь. Потому что я читал, что очень много здесь места именно оккультуренных для отдыха туристов. Да, теперь более подробнее про треки, пешеходные треки. Что такое трек, ребята? Трек, это не песенный трек. Трек, это пешеходный туристический маршрут. Он говорит, так, восхождение. Отсюда с Многоречи можно совершить пешеходные треки на Плато Ай-Петри, на гору Бойко, к большому каньону, с пешочком пройтись, погулять. Тоже очень классное туристическое место. Ну и, как я сказал, вам предложат здесь различные джип-туры, конные туры, что-то еще. Ну, ребят, кто приедет сюда, тот найдет себе отдых по вкусу. Можно совершать пешеходные треки, можно просто кайфовать в различных гостевых домах, попросить, растопить баньку, попариться. Классно. Ну, все-таки гулять здесь одно наслаждение. Нравится вам такой Крым или не нравится? Пишите комментарии. Мы дошли до одной из зон отдыха. Написано, аренда беседки, зона отдыха, места для палаток, есть телефончик, записывайте, прозванивайте. В данный момент территория закрыта. Ну, ребята, беседки достаточно неплохие. Есть качели, есть места для отдыха, есть даже вот такое место, я там смотрю, значит, столбы, на столбах повешены лампочки, сделаны скамейки, внутри стол, по центру скамеек. Ну, классно, ребят. То есть, я говорил, что эти места очень богаты зонами для отдыха. И действительно, сюда стоит приехать. Да, если вы летом приехали и не хотите останавливаться в гостевом доме, платить там какие-то бешеные деньги, потому что ценник здесь уже на отдых в горном Крыму, он приближается к ценнику приблизительно, как на южном берегу Крыма. То есть, ничем особо не уступает, если там море, здесь чистый, свежий отдых, здесь прогулки на свежем воздухе. Но, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы, и можно совмещать отдых у моря и отдых в горах. Ведь Крым, он прекрасен и многообразен. Куда-то ведет дорога, дорога из плит, она куда-то ведет вниз, везде текут ручьи, ручейки. И Ира сейчас вам расскажет, почему это село называется Многоречие. Нет, я предполагала, конечно, но не думала, что здесь так много ручьев, действительно, на каждом шагу речки какие-нибудь, там, даже маленькие озера мы видели. То есть, это недостоверная информация, это твои предположения, да? В смысле? Ну, Многоречие, поэтому и назвали, то, что Многоречие. А, я думаю, ты так предположила, подумала. Нет, я удостоверилась. Да, и теперь пишите, как это село называлось до 1945 года, название у этого села Тюркская. Я специально не буду озвучивать, посмотрим, кто у нас эрудированный, кто-то сразу бросится в Википедию открывать. у него даже три названия было, так что пишите. Не открывай тайну, да? И, ребят, прекрасные, великолепные виды, ну, классные, вершины, заснеженные, лес вот так идет, заснеженный, потом, чуть голый, без снега, и вершины горы, они заснеженные, покрыты инем. Красотень! Вы знаете, когда я сюда шла, немножко подмерзла, а сейчас даже жарко, физическая нагрузка классно, на свежем воздухе классно, так что, все с нами отдыхайте. Да, если вы приезжаете на зимний отдых, ребята, одеваемся теплее, одеваем удобную обувь, обязательно, теплую, потому что самое главное, чтобы ноги были в тепле, когда ноги в тепле, тогда и вы в тепле. Ну, и, конечно, перед треком, не пейте горячительные, крепкие напитки, это обязательно, ну, вот такие вот, небольшие наставления, мы сегодня погуляли, нагулялись, вы вместе с нами, тоже нагулялись, мы надышались воздухом, вы насмотрелись на этот, целебный, прекрасный, крымский воздух, ну, а на сим, не смеем вас задерживать, и это короткое видео, мы, наверное, на сегодня закончим. Всем пока! До встречи в следующих выпусках!